Итак, новый учебный год стартовал в Казахстане. Почти 4 миллиона школьников сели за парты. Из них 352 тысячи – это первоклассники. Такие данные привели в правительстве. Мой коллега Алишер Ашимов провел тщательные анализы и готов поделиться с нами деталями. Алишер, ну расскажите, какие изменения или ноу-хау ждут наших школьников и учителей? Ярован, приветствую. Этот учебный год для школьников и учителей будет насыщенным и интересным. В образовательные процессы активно внедряют цифровые технологии. Многие школы приобрели современное оборудование, новые интерактивные доски, платформы для онлайн-обучения. В общем, создаются комфортные условия. 70 новых учебных заведений открылись в Казахстане в этом году. Их построили в рамках нацпроекта «Комфортная школа», чтобы решить проблему дефицита ученических мест и сократить разницу между сельскими и городскими школами. Как прошел первый звонок в школах, узнаем в сюжете. Этот учебный год для Медины Кенес заключительный. В столичную школу номер 103 она перешла вместе с одноклассниками. Образовательное учреждение построено в рамках нацпроекта «Комфортная школа». Медина говорит, тут больше возможностей получить качественное образование. Тут есть все новые оборудования. Многие преподаватели с моей школы тут. Я их всех знаю, я их всех люблю. Они очень... Я считаю, что они профессиональны в своем деле. Учебное заведение оборудовано всеми современными средствами безопасности, турникетами, тревожными кнопками и видеонаблюдением. Главный педагог страны высоко оценил условия и рассказал, чем эти школы отличаются от других. Если ранее в школах мы доукомплектовывали предметными, новыми кабинетами, средствами безопасности, а эта школа сразу с учетом всех возможностей оборудована. Второе отличие. Если ранее, несмотря на количество ученических мест, всегда мы видели один спортзал, одна столовая, одна актовая и так далее. А сейчас вы видели, уже в этой школе, где будут учиться, вернее, школы на 2000 мест, иметь четыре спортзала. Две из них для начальной школы, две старшей. В целом, особенность нацпроекта заключается в едином стандарте строительства, позволяющем создать функциональную и безопасную образовательную среду. В новых школах есть отдельные блоки для учащихся начальных и старших классов. Они оснащены современным оборудованием и мебелью. Али Шарашимов, Ролан Колубаев, 24КЗ. И в продолжении темы, Ерлан, предлагаю вам и нашим телезрителям обратить внимание на графику. Еще раз повторюсь, всего в Казахстане в День знаний открыли 70 школ на 97 тысяч мест. 16 из них по национальному проекту «Комфортная школа». Также в стране сейчас строят больше 300 школ на 530 тысяч ученических мест. 217 из них возводят по проекту «Комфортная школа». И как ранее было озвучено, в этом учебном году в казахстанские школы пошли почти 4 миллиона учеников. Из них 352 тысячи первоклассники. После капитального ремонта вновь открылись 178 школ. Еще около тысячи сельских школ распахнули свои двери после модернизации. Обновлены и предметные кабинеты в регионах. Специальным оборудованием оснащены больше полутора тысяч классов. Кроме того, особое внимание уделяется социальной поддержке учащихся, отметил министр просвещения страны. Предлагаю послушать Ганеби Симбаева. По поручению главы государства, 1 700 000 казахстанских школьников будут обеспечены бесплатным горячим питанием, что на 100 000 детей больше по сравнению с прошлым годом. Более 510 000 детей из социально уязвимых слоев населения получили финансовую поддержку, приобретение одежды, школьных принадлежностей, канцтоваров со стороны государства. Причем, мне интересно, а есть ли среди школ те, которые построили за счет средств, конфискованных у коррупционеров? Об этом вроде часто говорили бы этого? Из открытых источников известно, что в Астане в прошлом году была построена школа номер 96. Ее возвели на деньги коррупционеров. Она находится в Есельском районе, недалеко от Экспо. Сейчас там обучаются около 2600 детей. А вот еще информация от Министерства просвещения. Как известно, возвращенные средства поступают и в фонд поддержки инфраструктуры образования. И в текущем году планируется ввести в эксплуатацию 25 школ на 30 тысяч мест. Еще 22 школы построят к 2025 году. Кстати, лишь сегодня президент в своем послании как раз говорил о работе по возврату средств и четко высказал свою позицию. Главное, чтобы они работали на благо страны. И эта школа, я думаю, один из примеров. Вот еще один вопрос. Какие вызовы в целом ждут системы образования с учетом внедрения цифровых технологий? Массовый переход на цифровые технологии, ЕРЛАН, у системы образования открывает много новых возможностей. В частности, позволяет сделать обучение более индивидуальным, интерактивным, а самое главное, интересным для ученика. В стране завершена цифровка всех учебников. Электронная версия доступна школьникам на 11 платформах. Впервые учителя первых классов получат индивидуальную карту развития ребенка, где будут указаны уровень его умений и навыков через национальную образовательную базу данных. Прорабатывается вопрос внедрения элементов искусственного интеллекта в государственный, общеобязательный стандарт образования. На сегодняшний день спутниковый интернет «Старлинг» установили в 1757 школах. Благодаря этому скорость соединения выросла в три раза. Еще на 122 объектах продолжаются работы. Между тем, о статусе педагога говорил сегодня президент в своем послании. Он отметил, что необходимо уделить особое внимание набору педагогические вузы целеустремленной и способной молодежи. Сегодня в школах, по данным Минпросвещения, трудятся почти 400 тысяч учителей. Из них почти 92 тысячи числятся модераторами, больше 87 тысяч – экспертами, 76 тысяч – исследователями и больше 3,5 тысяч – мастерами. Как отмечают в ведомстве, сейчас многие выпускники выбирают профессию преподавателя. Но, тем не менее, дефицит учителей все еще остается проблемой для некоторых регионов страны. В частности, в Западно-Казахстанской области не хватает почти 300 преподавателей, а на Востоке – больше сотни. К этой минуте у меня вся информация. Ерван, передаю вам слово. Спасибо большое, Алишер, за подробный обзор. Ну, а мы продолжаем.